египетская философия исходит из того что один есть все и все есть одно причем принцип единства целого охватывает сумму всех его частей как целые именно так можно понять что для древних египтян небо это человек а человек это небо и все люди вместе это небо а небо это всего лишь один человек в этом смысле речь идет о понимании космоса как живого космоса и как живого существа следовательно сложного и полного разнообразных взаимодействий то есть неоднородного по своей сути в египетском мировоззрение и космогонии не было существенной разницы между царством священного и мирского где каждое действие рассматривалось как земное представление этого действия в царстве божественной деятельности каким бы банальным она не было таким образом каждое действие совершалось через осознанную мысль что само совершаемое действие становится божественным что подразумевает что все земное было одновременно и божественным исходя из этой предпосылки древние египтяне понимали что человек является моделью вселенной и поэтому знание себя подразумевает и знание вселенной они понимали что все науки также составляют единое целое, и что в равной степени специальности, астрономия, медицина, математика, искусство и так далее являются частями этого целого как единства и поэтому не могут рассматриваться отдельно. С этой точки зрения понятно, что искусство, наука и религия были тесно связаны между собой. Исходя из этого, древние египтяне рассматривали Вселенную как сознательный акт творения Великого Бога, который был представлен не как таковой, а через свои функции или атрибуты. Иероглифическое слово Нитр переводится как Бог, но его следует понимать не как Бога самого по себе, а как космическую функцию, то есть функцию Бога, проявляющуюся различными способами в живом космосе. Таким образом, если человек был создан по образу Божьему, то человек представляет собой образ всего творения. Таким образом, древнеегипетские космологические и космогонические идеи стали выражаться через мифы и символы как средства. Представление понятий метафизического характера. Поэтому миф становится элементом передачи знаний, актом драматизации, где трагедия и удача как противоположности сходятся в единое целое, подобно космическим законам. Именно по этой причине миф в Древнем Египте не имеет исторической ценности, так как он приобретает свой глубокий смысл только в тот момент, когда он раскрывается, и именно в этот момент он преобразуется в научное и философское знание. Со своей стороны, символы будут функционировать как идеальный носитель информации, позволяющий представлять реальность и строить знания на основе этого представления. Реальность, таким образом, это не реальность, а представление реальности. Древние египтяне заимствовали свои символы из мира природы, чтобы выразить не конкретные действия, а смысл определенного принципа, связанного с этим действием. Например, сцена сева и жатвы, изображенная в гробнице, интерпретировалась не как земное действие сева и жатвы, а как родовое действие, смысл которого выходит за рамки духовного в том смысле, что что посеяно, то и пожнешь. Но что представлял собой человек для древних египтян? Первый популярный миф повествует о том, что человеческая раса родилась из слез радости Творца Атумара, когда он извлек своих первых детей боговшу и тифнут извод хаоса, что обозначает через этот божественный акт, что существование человека имеет положительный характер, потому что человек по своей сути является плодом высшего экстаза, исходящего непосредственно от божества. В других версиях мифа о сотворении мира рождения человека рассматривается как кульминационная работа Творца, который заканчивается все творения. Так, после создания других богов, демонов и различных сущностей, Творец с помощью глины и с помощью бога Пота, великого Демиурга города Мемфиса или бога Хнума, дает дыхание жизни людям. Впоследствии будет создано Кеми, Египет, с животными и растениями, а также Нил, так что новое существо будет жить в фруктовом саду. Затем, чтобы сдержать силы хаоса, людям будет даровано царствование и политика, и возникнет первая человеческая организация с самим собой во главе, ибо в Древнем Египте фараон был воплощением самого бога. Люди не созданы ни богами, ни духами природы, они земные. Поэтому у них нет способности воздействовать на невидимое. Но именно через диалог с богами они могут вступить в контакт с невидимым, что дает им способность быть посредниками между двумя измерениями, земным и божественным. Человек – это проект, разработанный Творцом, но с полной автономией. Он является связующим звеном между двумя мирами и как таковой имеет свою индивидуальность и свободу даже от богов. Ключ заключается в умении контролировать свою часть темной природы и не соблазняться силами хаоса и беспорядка. В главе 17 «Книги мертвых» одним из основных ответов умершего, позволяющих ему выйти в день, является то, что человек как личность останется после явления смерти. Смерть – это изменение жизни человека, а не ее окончательный конец, и поэтому она будет иметь фундаментальное влияние и на человека на Земле, поскольку большая часть его земных действий будет иметь последствия для его существования в невидимом мире. Древние египтяне были народом, который не сегментировал существование. Жизнь и смерть были частью одного и того же сценария, один из которых являлся прямым. Непрерывным продолжением другого Смерть была не просто смертью жизни, но продолжением жизни, духовной и телесной, обновленной и вечной. Египетскую философию смерти можно понять, проанализировав человека в двух аспектах. Ба – бессмертная высшая душа, близнец сердца, копия каждого человеческого существа. Это пластическая сила, с помощью которой душа вмешивается в мир живых. Ка – двойной субстрат бесплотного характера умерших, живой и активный, основа посмертной жизни, которая играет после смерти роль земного тела при жизни. Ка противопоставляется к обитии или тени, второму соединению посмертного бытия, которое характеризуется набором элементарных желаний, страстей, пороков, недостатков, которые разлагаются и проявляются в облике призрака. Бальзамирование служило для сохранения земного тела, чтобы оно служило местом обитания для Ка. Вся египетская жизнь и философия была основана на основных понятиях, описанных выше. Ба и Ка – неразделимые близнецы, составляющие человека в посмертный период. Все физическое тело называлось Хат. Все это можно свести к одному главному постулату древних египтян – учись жить и учись умирать. Философия в Египте – это также моральная философия. В Египте философия понималась как практическое применение ряда доктрин, предполагавших достижение чистоты, которое позволило бы развивать исключительную политическую, религиозную, научную и художественную деятельность. Египетская мораль запрещала богохульство, обман, воровство, вероломное убийство, подстрекательство к беспорядкам или волнениям, жестокое обращение с людьми, даже если они были рабами. Он также запрещал пьянство, лень, нескромное любопытство, зависть, плохое отношение к ближнему, производство абортов, злословие в адрес царя или родителей. Запрет этих действий, которые считались злом, сопровождался различными предписаниями о добрых делах, среди которых выделяются такие, как совершение должных подношений Богу, кормление голодных, одежда нагих и другие добрые дела. В качестве основы и санкции для этих моральных предписаний египтяне признавали бессмертие души и божественный суд. После смерти с наградами или наказаниями, соответствующими действиям, совершенным при жизни, поскольку они утверждали, что когда тело разлагается или умирает, душа последовательно переходит в другие тела через рождение или воплощение. В этом смысле моральный авторитет отца в семье является отражением морального авторитета фараона в империи, а фараон, благодаря своей духовной эволюции и знаниям, представляет божественный закон или порядок. Египтяне считали супружеский союз важнейшей основой общества и тем, что обеспечивает человеческое счастье, основанное на любви, понимании и взаимной верности. Благотворительность была способом общества выразить благодарность богам. Они понимали, что обладание товарами – это божественный дар, а обмен – выражение благодарности богам. Все, от фараона до самого низкого работника, отвечали морали или чувству справедливости, которое могло быть успешным только в том случае, если каждый человек брал на себя ответственность за свои действия перед собственной совестью, перед начальством и перед подчиненными. Для египтян справедливость исходила от бога, а среди людей она переводится как закон и требует активной ответственности со стороны человека, особенно перед лицом священного. Для просмотра других исторических видео посетите мой канал в описании видео. Следующее видео – древнегреческая философия.